Что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами вновь Дариди, и сегодня поиграем в игрушку, как-то так она называется, The Endless Thales 3 DRPG, а вроде как переводится Бесконечная Сказка, давайте уже посмотрим. Ку-ку, приветствую тебя, очередной друг. Ну что ж, прежде чем окунуться в пучину битв, наград и прочего угара, мы проведем небольшой ликбез. Хорошо, давайте. Так, золото требуется для покупки предметов. Это вот это золото. Кристаллы нужны для покупки особых предметов. Камни душ нужны для прокачивания героя. Хорошо, это очень важно. Энергия для прохождения локации требуется. Энергия восстанавливается со временем или особыми предметами. Также магазин. Какая игра без магазина? Любой товар за ваши деньги. Перед тобой карта нашего мира с доступными локациями. Какой-то человек в таком плаще, как ассасин, да? Выглядит. Ребята, всем, кому нравится видео, ставьте палец вверх. Вот. Вы мне этим очень сильно помогаете, чтобы это видео все смогли увидеть. Я вам очень благодарен за это. Вот тут у нас инвентарь. В нем мы будем распределять предметы для битв, прокачивать ученика. Давайте откроем его. Ну давайте. Так, вот мы пока что герои. Там будет больше. Для начала тебе придется определиться с классом твоего ученика. Отличаются они достаточно сильно. В дальнейшем появится возможность сменить его. Так, есть наемник. Главный атрибут силы. Тип боя ближний. Диверсант. Главный атрибут ловкость. Тип боя дальний. Пускай будет ближний наемник. Хорошо. Можно прочитать про них. Так, а вот и твой ученик. Отлично. Это самые важные характеристики ученика. Давайте изучим новый уровень и разберем каждый по порядку. Нажми на кнопку «Новый уровень». Уровень увеличивается за каждый пятый изученный атрибут. Пятый изученный атрибут. Так, сила, ловкость, интеллект. Я предлагаю, во-первых, ловкость и интеллект немножко изучить. Ладно, хорошо. Так, здоровье и мана. Если здоровье закончилось, ты труп. Мана нужна для использования способностей и свитков. Хорошо. Урон и броня. Чем больше урона, тем больше шансов справиться с сильным врагом. Каждая дополнительная единица брони уменьшает наносимый по вам урон. Сила. Сила влияет на количество здоровья. Скорость его восстановления увеличивает броню и добавляет урон классам ближнего боя. Это сила. Хорошо. Ловкость. Ловкость влияет на скорость атаки. Вероятность уклониться. Вероятность нанести критический удар увеличивает урон у класса для дальнего боя. Интеллект. Интеллект влияет на количество очков маны. Скорость его восстановления увеличивается защиту от магического урона, а также добавляет урон магам. В нашем мире каждое существо оставляет души. Наши ученые научились концентрировать их в камнях душ. С помощью них герой может повысить уровень. А теперь давайте добавим 2 очка силы. Это повысит шансы выжить твоему ученику. Хорошо. Изучить. Нажимай. Потратим несколько монет. Нажимай. Ура! Ученик стал сильнее. Как ты успел заметить, у ученика имеются ячейки. В них ты сможешь поместить одежду или оружие. Например, вот этот капюшон. Давайте. Также у каждого вашего ученика есть пояс. В него помещаются заклинания, способности героев и активные предметы, такие как это лечебные зелья. Ладно. Ну что ж, хватит уже этих окон. Выйдем отсюда. Давайте. Пришло время нарубить парочку врагов. Ой. Давайте. Нажмем на поляну. Вперед, вперед, вперед. И закончим уже это нудное обучение. Хорошо. Используйте активные способности предметов от 1 до 6. Передвигаться, ускорение. Потом атака, спецспособности. Так, ну примерно понятно. Так, вот он мой ученик. Так, что ты будешь делать? Да сколько у вас тут? Бей, бей, бей его. Недостаточно маны. Почему? Так, молодец. А из них, видимо, души выпадают. Давайте прорюжимся. Ну так, неплохо сделано. Прикольно, мне кажется, поиграть. Наш такой персонаж. Это суперспособность. Почему она не всегда действует? А, это расход силы. Так, с одного удара убивает способность моя. И что, это я буду так бесконечно драться со всеми? Ну давайте посмотрим. Плюс 10 очков. Противников. Два еще противника где-то тут бегают. Хорошо, я кажется, понял, где надо. Один, вот он. Ну иди сюда. Так, еще один противник у нас остался. Сейчас мы его нагоним. Ну иди сюда. С одного удара. Мы с вами побеждаем. Возврат на карту через 33 секунды. И все. Так. Золото заработано 100. Мастерство 5. Душ у меня 100. Уровень локаций. Это поляна. Там будет каньон, еще кладбище. Но пока что с поляны надо нам начинать. Так, давайте инвентарь, магазин. Можем посмотреть, что у нас тут. Есть заклинания. Свиток огненный шар. Свиток раш. Свиток стомб. Свиток второе дыхание. Свиток железная воля. Свиток отражения. Свиток дыхания дракона. Я бы хотел приобрести. Но мне пока что не хватает. Свиток лечебный свет. Также есть брони много всякой. Перчатки ученика. Поношенный капюшон. Накидка. Капюшон простой. Бустеры также есть у нас. Всякие разные. Потом ключи. Напитки всякие. Прохладительные. Также есть оружие. Давайте посмотрим. Все мощнее и сильнее там. Так, ну ладно. Давайте по пять пойдем на поляну. Вот мы немножко побеждаем. Это уже будет босс локации. Нифига себе. То есть локацию надо на несколько раз проходить. Допустим, раз, два, три. По три раза, допустим, первую или по четыре. Так, проходим, проходим. И в конце будет босс у нас. Давайте готовимся к сражению. Ну, я понял принцип. Одиннадцать противников у меня. Мне надо их всех победить. А потом, видимо, все будет сложнее и сложнее играть. Так, хорошо. У меня, в крайнем случае, изделие. Так, что ты будешь делать? Что, гомонись уже? Давайте их поодиночке выдергивать. Постараюсь безделие победить. Так, вон, я вижу еще одного. Отлично. Где-то тут бегают они. Хорошо. Так, с двух ударов он его убивает. Осталось два противника. Я думаю, мы уже с ними легко справимся. Так, ну, собственно говоря, все. Можно давайте попробуем нашего персонажа прокачать еще немножко. Через три секунды мы вернемся назад. Так, мастерство пять. Камни и души у нас. 110 уже. Давайте попробуем нашего прокачать героя. Здоровье у него 70, мана 15, уровень 1, сила 5, ловкость 1, интеллект 1. Урон 10, броня 9. Так, давайте купим слот для одежды. А, нет. Так. Его еще надо приобрести, у нас пока нету. Можно продать? Не, не будем продавать ничего. Так, навыки. Можно развивать ауровое становление, воля. Текущее улучшение не изучено. Следующее улучшение к урону плюс 1. Давайте немножко изучим. Очко навыка. Хорошо, магии. У нас урон 35, оглушение на 2 секунды. Так, инвентарь нам не нужен пока что. Магазин, 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 инвентарь. Так, а как героя прокачать? Хочу немножко героя прокачать. Новый уровень. Так. О, камни душ. Давайте силы прокачаем, ловкость и интеллекты. Да, хорошо. Мы стали более сильными. Так, в бой. Ну, я думаю, сейчас должны одолеть. Наконец-таки первую сложность, первую локацию пройдем. Постараемся. Так, тут опять у нас 11. 11 вражеских солдатиков. Недостаточно энергии у меня. Да что вы будете... Что вы говорите. Ну, что, я справлюсь, думаю. У нас осталось 4 противника и плевое дело. Так, вот еще один. Так, я остался, по сути, последний. Вот он. Все замечательно. Можно поверсеться. Через 5 секунд мы вернемся на локацию. А вот внизу, справа, интересно, что это такое. Видимо, какие-то, ну, дополнительные способности будут появляться. Дополнительные виды ударов. Прошли. Мы также нашли лимонад. Предмет обычный. Регенерация здоровья плюс 5. Дерем действия 10 секунд. Это, то есть, получается, 1 секунда по 5.50. Да, здоровье восстанавливается. Хорошо, идем на карту. Так. Можно немножко прокачать нашего солдата. Хорошо, пока что так и оставим. Сила у меня уже хорошая. Разместим запись. Так, можно найти хорошие предметы. Тут уже будет сложнее. Давайте попробуем. Смотрите, я забыл про ускорение. Можно ускоряться с кнопкой пробел. Так, 13 противников здесь уже. Так, давайте восстановимся. Так, что ты будешь делать? Тут реально сейчас сложно играть. Ну-ка. Один готов. Так, ничего. Немножко осталось. Я уже интенсивно трачу с вами зелье. Потому что тут уже реально сложно играть. Так, восстанавливаем. Давайте суперудар. Сейчас мы нанесем по одному. Осталось два противника. Это не беда. Да-да-да. Так, вот он первый. А вот и второй волшебник. В изумрудном городе. Так, давайте. Все. Побеждаем. Через три секунды мы вернемся на карту, на локацию. Так, сколько душ, интересно, мы собрали? Золото-то у нас много. Сто тридцать душ. То, что я нашел, смотрите. Круто. Давайте на карту. Инвентарь. Не могу, к сожалению, положить. Мне кажется, лимонад мне более необходим. Что можно тут взять? Давайте ловкость прокачаем. Это чтобы... Ловкость. Ну, вот так. Отлично. Ловкость и интеллект немножко прокачаем. Так, я опять на поляну. Продолжим бой. Я думаю, сейчас у нас получше получится. Ну, в принципе, по сути, ну, я вам основу показал. Ну, один раз попытаемся еще раз выиграть. Так, сейчас давайте суперудар нанесем ему. Отлично. Он с первого раза противника убивает просто. Просто напрочь. 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 Напрочь убивает нашего противника. Такой суперудар наш. Давай, давай. Хопа, и все. Вот вроде был он, и его и нету. Не стало. Кто там еще векал? Так, блин, да что такое? Почему у меня суперудар-то не хочет делать? Вот, отлично. Семь противников осталось. Я думаю, мы с вами добьем это делаем. Давай все, сюда. Вот, это хорошо. Они более быстро палкой махат, чем я. Три противника осталось. Вон они как раз. Сейчас они поближе подойдем. Вот он, первый, хорошо. Хорошо удар был. Давай, давай уже. Вон, последний противник там бегает. Сейчас мы к нему подойдем. Вот он. Негодяй. Так, ну все, мы побеждаем. Возврат на карту через 10 секунд. Не знаю, с чем это связано. Почему так? Почему так долго, а не быстро? О, хорошо. Я нашел кухонный нож на карту. То есть я теперь могу его взять. Во-первых, здоровье очень много увеличивает. Так, атака плюс один, мана плюс девять, сила плюс один. Так, ну неплохо. В общем, вот такая вот игрушка, ребят. Вот, тем, кому нравится, ставьте палец вверх. Также можете подписаться на мой канал. Будет вам продолжение. Версия пока что еще даже не единичка. 0, 2, 93. Пишите комментарии, как вам игрушка. Она понравилась или нет. Вот, с вами ударите. Всем до скорого. Пока-пока.